У себя на родине, в России, смешарики с самых первых лет существования завоевали любовь и популярность. За полтора десятилетия смешарики обрели статус национального достояния России, наравне с романом «Война и мир», балетом «Лебединое озеро» и песней «Калинка-малинка». Разумеется, такое национальное достояние не стыдно показать и за рубежом. Дети в разных уголках мира оценили русскую диковинку. Сериал про круглых героев успешно демонстрируется в Европе, Америке, Турции, Китае, странах Ближнего Востока и во многих других. По официальным данным на 2020 год, смешарики и их спин-оффы транслируются в 70 странах и переведены на 13 языков. В большинстве западных стран смешарики известны как Кикорики, но самой первой, пусть и куда менее известной англоязычной версией смешариков были Гогорики. Премьера Гогориков состоялась в США 27 сентября 2008 года на телеканале CW в рамках утреннего детского блога CedUp4Kids. Гогорики не просто перевод смешариков на английский язык, а полноценная адаптация с учетом культурных особенностей и предпочтений юных зрителей Северной Америки. У команды 4Kids настолько успешно получилось адаптировать смешариков, что Гогорики обрели свою североамериканскую аудиторию, а их замена на Винкс в ноябре 2009 года была негативно принята со стороны пользователей официального форума CedUp4Kids. Гогорики также удостоились статьи на вики-проекте, посвященном утерянной медиапродукции, а на ютубе можно найти ролики про Гогориков авторства англоязычных блогеров. Недавно практически все серии Гогориков появились в свободном доступе в интернете. Ссылку на гугл диск, где вы можете их посмотреть и скачать, найдете в описании. Нам стало интересно, в чем же отличие американской адаптации от оригинала. Мы посмотрели несколько серий и готовы с вами поделиться своими исследованиями в настоящем видеоролике. Начать стоит с того, что сама структура и порядок показа серий были изменены. Для американского телевидения не свойственен малый формат 6-минутных историй, поэтому на канале Fock Kids эпизоды смешариков группировали по три в одну 22-минутную серию. Между первым и вторым эпизодами в каждой серии Гогориков показывали 20-секундный видеоролик с нарезками из разных серий, рассказывающий об одном из девяти персонажей. Перед третьим эпизодом показывалась стандартная российская 20-секундная заставка, а после него шел видеоклип нарезкой серии, на песню, написанную специально для мультфильма американскими композиторами. В начале каждой серии шла минутная заставка, в конце 30-секундные титры. Таким образом, 98 эпизодов смешариков были умещены в 33 серии Гогориков. При этом американские локаризаторы в качестве первой истории выбрали эпизод «Большие гонки», а не скамейку. А эпизод «Это сладкое слово мед» по каким-то причинам вошел сразу в две серии. Не были адаптированы эпизоды «События века», «Как стать звездой», «Новые зубы кроша», «Водные процедуры», «Новогодняя почта», «Самое главное», «Не может быть» и все последующие за ним. Также Гогорики получили свои локализованные имена. В Америке круглых героев назвали В эпизодах Гогориков можно найти как незначительные изменения, вроде агитационного плаката в эпизоде «Трюфель» и вывески с фастфудом в эпизоде «Комната смеха», так и более существенные, например, шутки, придуманные американскими локализаторами, не звучавшие в оригинале. А в серии «The Lucky One» у нас это талисман. Финальной фразой бараша и вовсе был изменен смысл истории. Также американцы, посчитав, что смешарики недостаточно музыкальны, вдобавок к существующим в оригинале песням придумали несколько своих. Так, новые песни звучат в эпизодах Но наибольшему препарированию подвергся эпизод «Би-би и его папа». В американской версии он называется «Friend of four», и Пин в нем обращается к Би-би как к своему другу, а не сыну. Видимо, команда «Four Kids» посчитала, что тема отцовства неуместна для детского мультфильма, и юный американский зритель к ней не готов. Гогарики шли по телевидению не только в США, но также в Канаде и Великобритании. Кроме того, на Гогариках была основана французская версия смешариков, которая трансфировалась на канале «Friends 3» летом 2013 года. Почему же Гогарики, сумевшие завоевать в Америке определенную аудиторию, не продержались дольше одного сезона и канули в лету? По словам Ильи Попова, команда «Four Kids» хоть и сделала выплаты по договору, но вскоре столкнулась с финансовыми трудностями и не смогла заниматься сериалом в том объеме, в котором было запланировано изначально. Также уход Гогариков, вероятно, связан с постепенным падением их рейтинга. Эту версию подтверждает и тот факт, что сначала мультсериал выходил по субботам в 8.30 утра, а потом его пока сместили на 7 часов. Последний раз на американском телевидении Гогарики вышли 14 ноября 2009 года. Покорить американскую мечту не вышло. Альтернативная, более известная англоязычная версия смешариков Кикорики имеет не менее интересную и куда более богатую историю, но мы расскажем вам ее в другой раз. Еще больше информации о Гогариках вы сможете найти в специальной теме на форуме мира смешариков. Ссылку мы оставили в описании. Также хочется выразить благодарность пользователю форума ProcaBrother. Именно им была найдена большая часть информации о Гогариках, а также проделана работа по сравнению адаптированных эпизодов с оригинальными. Если ролик получит большое количество лайков и комментариев, мы выпустим вторую часть, где разберем еще отличия американской адаптации от оригинальной русской версии. Подписывайтесь на канал, регистрируйтесь на форуме, ждите новые серии вместе с нами. Как только они начнут выходить, роликов на канале станет гораздо больше. Делитесь видео со знакомыми и друзьями. До встречи!